САРАТО Старинный красивый город, лежащий на берегу Волги. И летом, и зимой тысячи саратовцев проводят выходные дни отпуска в окрестностях родного города. Как только вскроется лед, большинство Волжских островов оккупирует рыболовно-туристический десант с палатками и лодками. Чистая река, обилие рыбы, просторы раздолья – все то, чем так славится русская природа – это средняя Волга в окрестностях Саратова. В самом Саратове, где рыбу ловят не менее активно, чем в пригородах, зимняя рыбалка уже завершилась. Лед практически везде превратился в темную, сырую, насквозь пропитанную талой водой массу. Большие промоины, отколовшиеся отдельные льдины, масса трещин – это первые предвестники того, что скоро лед полностью сойдет. И только вороны позволяют себе бродить по нему в поисках брошенной рыбаками, вмершей в лед мелкой рыбешки, нисколько не боясь провалиться. Вороний вес лед еще держит. А вот людям на такую реку выходить категорически нельзя. Как бы ни хотелось порыбачить, нужно всегда понимать, что ловля по последнему льду – это очень опасное удовольствие. Тем более в городе, где в силу определенных климатических обстоятельств, река вскрывается быстрее, чем вокруг. Желающие проверить, так любой их весенний клев, как о нем рассказывают, отправляются в окрестности Саратова, на Волжские заливы, туда, где пока еще сохранился относительно прочный ледяной покров. Здесь по льду можно проехать даже на автомобиле или снегоходе. Наша съемочная группа отправилась к заливам в районе села Чердым. Название этого населенного пункта, известного на всю Волгу своими рыболовными традициями, можно перевести как «Лесная река». Открытая вода есть уже и в окрестностях Чердыр, но в основном это протоки с постоянным течением между островами. В мелководных заливах лед еще стоит. Ежедневно собирают в гости сотни саратовских рыболовок, пытающихся продлить сезон зимней рыбалки. Если подъехать к водоему на машине, найти место для стоянки окажется очень непросто. По количеству автомобилей Чердым напоминает центр Москвы в час пик. Время нашего приезда на водоем совпало со временем обеда. Как выяснилось в результате опроса местных рыболовов, сейчас клев практически затих. Особенно по сравнению с тем, что было ранним утром. На рассвете было поймано несколько очень хороших окуней. Теперь же только редкие поклевки мелкой плотвы не давали рыболовам расслабиться. Охота на подводных хищников началась с середины залия. Все рыболовы-соседи как на ладони. Даже без бинокля, по взмахам их рук, прекрасно видно, где процесс идет успешно, а где рыболов просто устраивает мотылю или червяку холодную ванну. В центре залива, подо льдом, находился довольно большой островок подводной растительности, которую регулярно приходилось снимать с крючка. Очевидно, в зарослях водорослей пряталась мелкая рыба, охоту, на которую периодически начинали окунь. Поиск рыбы в просверленных до насутренних лунках вокруг травяного островка происходил одновременно со сверлением новых. В старых лунках, кроме редких и очень невыразительных поклевок и тычков мелкого окуня, ничего интересного не происходило. На Волге в основном ловят зимними удочками с катушками и кипком. Леску предпочитают диаметром 0,2 мм, а блесны используют самодельник. Правда, на этот раз на зимнюю блесну клевал окунь чуть большего размера, чем соблазнившая его приманка. Зато местный 50-граммовый окушок стал настоящим телегерой. Подобных хищников здесь просто немеряное количество, но такие охотники мало кого интересуют. Поэтому, постоянно меняя приманки и просверливая все новые лунки по периметру и внутри травяного островка, упорные рыболовы пытались поймать более крупные экземпляры. Вскоре блесну заменили на балансир. К нему добавили красную обманку твистер красного цвета. Но даже с заменой приманок ситуация с клевом кардинально не изменилась. По-прежнему попадались мелкие окуни, причем не на балансир, а только на располагавшуюся выше обманку. Изменяли и характер игры приманки, и паузы между взмахами и удилищем, меняли и горизонт проводки, но достойного экземпляра окуня все не было. Один из опытных саратовских рыболовов использовал знакомый многим рыболовам с поза поваль окуня в пригляд. Удильщик ложится возле лунки, прикрывает ее одеждой от солнечного света и продолжает ловить рыбу, распластавшись на льду. При этом рыболов наблюдает за тем, что происходит под водой. В данном случае не помогли даже такие полуэкстремальные меры. Время шло, а крупной рыбы все не было. Но интуиция подсказывала, что далеко она от места активного утреннего клева не отошла. И вот свершилось. Поклевка, непродолжительное вываживание и хороший 300-граммовый окунь оказываются в руках бывалого рыболова. Окунь яркий, в боевой раскраске, отличающий его от цеплеменников из других регионов. Поклевку этого крупного окуня вызвал балансир, раскрашенный под малька. Было решено заменить зимние блесны на балансиры и расширить поиск мест стоянок окуня. Но поначалу окунь клевал редко, причем вес добычи редко превышал 100 граммов. Несколько раз крючок приманки оказывался не в артуре, а в азбуке, в районе жаберной крышки. Видно было, что окунь просто бьет приманку, но не проявляет особого желания ее проглотить. Чуть лучше обстояли дела у тех, кто бурил новую лунку. Каждое новое отверстие во льду, несмотря на создаваемый при бурении шум, практически сразу приносило поклевку неплохого окуня. Ситуация повторялась каждый раз. Новая лунка, один новый окунь. В разгар ловли в залив подъехал еще один саратовский мэтр от Роболовска. Внимание привлек не только сам его визит, но и автотехника, на которую он приехал. Эта собранная своими руками машина как нельзя лучше подходила для зимних прогулок по волжским просторам. Все на ходу и в полном порядке. Агрегат позволяет уверенно пробираться даже по последнему ненадежному льду. Широкие надувные автомобильные камеры, перетянутые шипованными хмутами, делают машину фантастически проходимой. Ей не страшна ни талая вода, ни самый скользкий лед. Пока половина рыболов восхищалась чудом саратовской мысли, рыболов, выловивший 300-граммового окуня, превзошел свой собственный рекорд. Несколько умелых движений, и из лунки показывается еще один полосатый хищник, на этот раз полкило веса. Настоящая удача. Этот подводный красавец, как и его пойманный ранее соврат, взял на балансир, но на этот раз с обманкой. Возвращаясь на берег с добычей, мы ощутили пристальное внимание остальных рыболовов. Народ под берегом ловит в большом количестве мелкую плоту, поэтому наши полосатые монстры вызвали у них всем понятные светлые чувства. Субтитры подогнал «Симон» На уютной базе, к нашему возвращению, уже готовили большую коптину. Пойманные окуни очень удачно дополнили добытую раннюю плотку. Оказавшись на Волге, грех не попробовать знаменитую местную рыбу, которую копчат по-особому, известному только волжанам рецепту. Выведать секрет нам не удалось, но запечатлеть весь процесс копчения получилось. Дрова укладываются в специальное ведро жаровню с отверстиями для тяги. Это необходимо, чтобы дерево прогорело равномерно и в итоге получились качественные угли. Что касается рыбы, то первым делом ее необходимо основательно посолить со всех сторон и отложить на время подготовки коптильни к работе. Большая коптильня позволяет одновременно приготовить почти весь дневной улов. Рыбу раскладывают на больших сетчатых поддонах, которые затем задвигают во внуки. Редактор субтитров А.Семкин Коптильню плотно закрывают. Жаровня накрывается железным листом, чтобы умерить силу пламени, которая в коптильне абсолютно не нужна, дабы не испортить рыбу. Процесс пошел. Ароматный дым придает рыбе пряный, чуть сладковатый вкус и запах. Восторги по поводу готовящейся рыбы разделяют не только все рыболовы, но и дремавшие до этого тузики, грозные сторожа базы. Многолетний опыт жизни на Волге позволяет лохматым любителям рыбы надеяться, что и на этот раз они не останутся без угощений, которые обычно преподносят им заботливый хозяин. Пока мы осматривали окрестности и спорили, как скоро вскроется лед на Волге, а тузики зевали и облизывались в предвкушении сытного обеда, долгожданное блюдо успело приготовиться. Вид, аромат и вкус только что пойманной и копченой по всем правилам волжской рыбы невозможно передать словами. Не спасет даже хорошая съемка. Это как прыжок с парашютом. Надо попробовать самому. Наша поездка на Среднюю Волгу подходит к концу и для нас, и для саратовцев. Это последняя в году зимняя рыбалка. И вместе с рыболовами, уходящими со льда, мы покидаем гостеприимную саратовскую землю отзывчивых людей, с которыми нам повезло встретиться и подружиться. Покидаем прекрасную реку Волгу, в которой, к счастью, до сих пор еще много рыб. До новых встреч, Саратов!